Ох, не просто дается русская классика жителям жарких стран. Но давайте скажем честно, случись нам вот так же декламирует китайского или, скажем, парагвайского автора, большинству тоже пришлось бы непросто. Участники конкурса признаются, входить в чужую языковую среду – огромный труд. 30 участников из Индии, Египта, Ирака, Палестины и других стран. Студенты медицинского и классического университетов отмечали одно дело – бытовой язык, другое – поэзия, с ее образной системой, созвучиями и насказаниями. К счастью, стихи ребята выбирали сами. Рахит Пава из солнечной и жаркой Индии выбрал самое, наверное, зимнее стихотворение русской классики. Мороз и солнце, день чудесный. И что ты дремлешь, друг прелестный? Я люблю эту погоду. Это холодно, ну я люблю. Потому что я люблю снегу, как я буду делать. Снег. Мария из Венесуэлы предпочла Гумилёва. Говорит, привлекли особо сильные чувства, которыми пронизано стихотворение. Тем удивительнее, что в жизни, говорит, русские не сильно-то выражают свои эмоции. В Венесуэле всегда это… Всегда, всегда. Да. И когда я гуляла по улице, русский очень серьезный, я спрашивала преподавателя, почему это? Почему это? И преподаватель, ну это Сима. Как и в настоящем конкурсе, жюри оценивало не только знание языка, но и артистичность, выразительность. Победителями стали ребята из Индии, Ирака, Венесуэлы, Китая. Конкурс организаторы факультет иностранных студентов планируют сделать ежегодным. И, возможно, на следующий год здесь будут и песни петь, и танцевать. Пусть делают что угодно, говорят преподаватели. Главное, чтобы лучше понимали великую русскую культуру. Я Кчетков, Александр Антропов. Наши новости.